На физике столько событий уже свершилось, что я вижу, что все, 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 все свершилось. Мы сейчас только зайдем и посмотрим. Наша команда все равно выигрывает, потому что я когда слушаю сеансы, там, Алло, Валерий, Женя, ваш, я такая, о, как классно, как классно. И когда вы что-то вспоминаете, я это вспоминаю. То есть настолько я каждый раз чувствую через ваши сеансы наш командный дух, такой, команда света, это потрясающе. Чем дальше я смотрю, все быстрее и быстрее вот это все прорабатывается, так моментосно прям вот. Итак, цель сеанса. Освободиться от паразитов и их паразитических программ. Очиститься от их воздействия. Освободиться от магии и колдовства. Выявить наружу все крючки и зацепки, на которые антимир притягивается в мою жизнь. Убрать все эти крючки и зацепки из моего физического и эфирного тела, на всех уровнях, во всех проявлениях. Очищаясь и возвращаю мне весь мой чистый потенциал, все частицы моей души, всю мою животворящую энергию, а также моё исконное ДНК. Ну и по порядку то, что осталось, ещё раз проверим. Значит, отменяемое решение стать послом медиаканала Гая, представлять их интересы и эзотерическую ересь. Я отменяю и расторгаю договор, подписанный между мной и этим каналом. Отдаю карму всем этим людям за их действия против конов нашей священной всерены. Отменяю мое решение участвовать в фестивале Burning Man, «Горящий человек». Отказываюсь от моего решения давать присягу «Горящему человеку» и принимать в моё личное пространство 10 принципов «Горящего человека». Отменяю мое решение позволить поставить клеймо на моей руке в знак согласия. Также отменяю мое решение согласиться валяться по земле в знак принятия условий участия в этом событии. Я отказываюсь родниться с ведьмами и колдунами. Отдаю карму всем этим людям за их действия против конов нашей священной всерены. Следующий аспект. Мы с сестрой ездили на концерт в другой город. И после концерта мы вернулись переночевать. И мне приснился сон следующий. Пришёл какой-то человек, попросился на ночлег. А дом во сне был очень большой. Прям какие-то хоромы такие нереальные. И вот я с какой-то женщиной. И мне пришло имя, что София Виктория. Мы вводим с этой женщиной этого человека по дому и выбираем ему комнату. Комнат очень много. И тут происходит какой-то обмен бумагами. Может быть, это какой-то договор о сдаче этой комнаты. Я не знаю. Но я что-то заподозрила во сне. И я помню, что я оторвала кусочек этой бумаги, этого договора. И положила себе в левый карман. С мыслью, что я позже воспользуюсь этим как доказательством. Ну и на утро я проснулась, и я подошла к окну, открываю занавески. И вот, как всегда, вижу вот эту какую-то... То есть уже светлело как бы. И ни единой звезды не было на небе. И только вот одна вот эта звезда, которую я раньше часто видела. Больше её не вижу. И вот она висит ярко. И раньше мне всё время казалось, что это какая-то подозрительная звезда. Она слишком яркая. И я думала, что это какой-то летающий объект. И я всегда мысленно, когда видела, призывала силы кармы за насилие моего личного пространства. И значит, после этого утра мы поехали домой. Нам нужно было поехать по магистрали в родной город. И перед нами, мы вот ехали, перед нами автомобиль, было очень дождливо, очень мокрая была дорога. И, возможно, не по этой причине. Он как-то так резко и очень странно. Этот автомобиль, он как бы ехал, мы шли на обгон, и он прям перед нами ударился об ограждение. И его просто начало как бы метать по кругу. И, ну, слава богу, его вынесло как бы на обочину, в траву. Он там остановился, и мы как бы благополучно его проехали мимо. Но мне в этот момент стало очень страшно. И я никогда такого в своей реальности, за всю свою жизнь не наблюдала таких картин. И я хочу понять, то есть, каким образом эта ситуация притянулась в моё пространство. Ещё вот такой ряд событий, связанных вот с этим вот фестивалем «Горящий человек» прям вот за один год. Я очень много сделала неправильных решений, когда я прям погрузилась в эзотерику. И вот после этого фестиваля мне такой сон приснился, что серые существа провели надо мной операцию и сделали мне инъекцию в мою левую ногу. Я отменяю моё решение разрешить проводить надо мной операцию и делать инъекцию в мою левую ногу. А я призываю ответственных за эту операцию, забирать их под ключки и импланты, очищаясь от всех воздействий и последствий этой операции. Возвращаю мне всё, что с меня было скачано в чистом, исконном виде. И вот также после... Человек, который нам организовывал вот этот вот Burning Man, эту поездку, он потом, мы как бы встречались с сестрой, летали просто как бы посетить, он из Австралии. И мы летали в Австралию на экскурсию. И значит, он предложил как бы обследоваться в клинике. Но эта клиника, одним словом, это как бы вот натуропатия, лечение травами. Они там производят настойки на травах. И у них такой метод, что вот они как бы смотрят твои глаза, они как бы изучают, как работают твои внутренних органов. И вот нужно ли тебе какие-то там попить травы, добавки. Так вот, я отменяю мое решение согласиться на предложение Карима обследоваться в этой клинике у доктора по имени Уилл Шэнон. А создатель клиники — его отец с таким интересным. Фамилия такая, Элай Шаман, как шаман фамилия у него. Сын потом переписал как бы фамилию, поэтому у сына фамилия как бы Шэнон получается. Но настоящая фамилия Шаман. Я отменяю свое решение позволить этому доктору Уилл считывать мои глаза и сканировать работу моих внутренних органов, очищаясь от всех воздействий, магии и колдовства. Если было какое-то насилие моего личного пространства, тоже отдаю карму за насилие моего личного пространства. И в эту же поездку, буквально пару дней, я также познакомилась с такой Тимарой, с которой она с Карим познакомила. И тоже она проводила сеанс рейки. Я хочу отменить мое знакомство с Тимарой и отказываюсь от моего решения согласиться на проведение сеанса рейки. Пусть забирает все ее колдовство и применяет его на ней же. Даю ей карму за насилие моего личного пространства. И я как-то просто в последние дни как-то решила себе задать вопрос. Я подумала, ну обычно это работает. И я задала вопрос своему Высшему Я показать мне, когда я самый первый раз на физике или в эфирном плане вступила, впустила, впустила в мое личное пространство серых пришельцев. Потому что эта тема часто у меня вылезает, и я решила, окей, я задам себе вопрос. Мне приснился сон. И во сне мне приснился образ пищи. И вот что я кушаю, и из этой пищи начали появляться паразиты в виде белых червей. И вот моя тарелка с этой пищей, и их начало становиться все больше и больше, пока они не заполнили все мое видимое пространство. Я хочу отменить это событие. Если такое было на его или на физике, я отменяю мое решение впустить паразитов в мое личное пространство и позволить им пожирать его. И в эту же ночь после вот этого сна с этими червями мне приснился следующий сон, что мы с сестрой в путешествии, в гостинице. Вот тут заходят две какие-то терки с каким-то балаганом, и они просто садятся за стол, начинают пить чай. А я такая недовольна, и я никак не могла их выгнать, никак не могла понять. И все ходило, злилось на сестру, как она впустила их без моего разрешения. Все пыталась их выгнать. Поэтому тоже как бы хочу это отменить. Если я кого-то впустила, пусть убираются вон. Еще вспомнилась такая вещь, и на самом деле меня прям эта ситуация не отпускает. У меня когда-то была такая очень красивая в гостиной висела картина, это фотография. На ней были изображены деревья. В Америке есть такой город Савана, и там такие дубы растут, и они, знаменитые фотографии, они как бы сливаются, они сходятся ветками вместе. И я всегда обожала деревья, но я вот под давлением, просто как-то под влиянием эту картину отдала и подарила человеку, как бы женщине, в прошлом это была моя хорошая знакомая, которая занимается эзотерикой, тоже там рейки. И я по сей день жалею, что я отдала и подарила ей эту картину. И я вот хочу, я на эфирном плане отменяю передачу этой картины и оставляю мои деревья себе. Пусть они ко мне вернутся. И тоже такая ситуация была, когда до меня вдруг дошло, что у меня есть такой рефлекс, привычка кусать себя за нижнюю губу. И я вспоминала, может быть, когда я была ребёнком, может быть, родители часто говорили, говорят же детям там, прикуси губу. То есть было такое, что я хотела высказаться, свои истинные чувства, сказать слух, а мне говорили вот, прикуси губу. Так вот я хочу убрать это проявление, если есть какой-то контракт на эту привычку, хочу его обличить и расторгнуть. Хорошо, Виктория. Я посчитаю от трёх до одну, ты расслабишься и войдёшь в эфирное пространство. Три. Два. Виктория, это эфирное пространство. Так. Что ты видишь? Я вижу какой-то бой барабана, но будто бы кто-то бьёт такими большими палочками. Этот кто-то находится в секторе интерферента. Руки такие длинные, и в секторе магии, как блюдо какое-то. И там эти энергии, он такими вот, как будто бы палочками, но такое ощущение, что его же руками. Руки как кулаки, как кулаки, вот так сложены. А кулаки странные, как будто бы с разных частей. Ну, короче, вот какая-то штуковина. Хорошо, Виктория, отсоединиться от всех и всё. Соединяюсь. Хорошо. На счёт три. Найди в эфирном пространстве, эфирное тело Елены. Один, два, три. Да, она как будто бы зернице вот шла по этому пространству. Я её издалека узнала. Угу. Да. Это она. Угу. Так. Как она выглядит? У неё вот волосы. Что я заметила? Вот тут какие-то как будто бы прищепочки. И вот так тянутся в сектор интерферентов. То есть её волосы вот так, а потом какие-то как будто бы прищепочки какие-то. Такие штучки. Как вот они. Ну, как это? Вот так вот. Клемы. Клемы. Да. Клемы. Вот. А вот это и уже второй раз прозвучало, что может я мысленно с ней говорю? Потому что она вот так как-то идёт и говорит, что это коридор её власти над собой. Что это за пространство такое, этот коридор? Слышу память. И вижу как... Так, а что такое память? Была я информация. Это что было? Я вижу, что она как бы вернулась на раздорожье. вот где она стоит, то вправо от неё вправо. Ну, это как в сектор интерферентов. И влево. Оно выглядит как раздвоенный язык змеи, а она стоит на основании этого языка. И вот прямо считывается вот этот язык шершавый, такой, зеленоватого цвета в секторе интерферентов. А я сзади неё стою, смотрю. А в левую сторону такой чёрный поток идёт. И она раз, укол в левую ногу. И я вижу, что кто-то в секторе интерферентов этот укол взял. Как будто бы я слышу часть сознания. Как будто бы шипец. Хорошо, Виктория, давай спросим у Лены, разрешает ли она нам потрудиться с ней, для неё. Да, ну что, да, интересно, её энергосфера сияет такими лучами. А она как бы вернулась в какое-то пространство, вот в это пространство памяти, и она её вот так, как будто она не может поместиться в это отведённое, ну, в это пространство. так интересно. Вот её как будто бы вот так голова уже не помещается, то есть она как будто бы втискивается вот туда. Я ей передаю, что и втискиваться сюда не нужно, пусть она станет где ей комфортно. И когда она это сделала, то она сразу так поднялась и засияла сильно на её энергосфера. А это считывается как туннель памяти. Так. А вот это туннель памяти, что обозначает стенки этой памяти. Вот это верхняя, там вот это вверху, а в секторе магии появляется какая-то женщина, которая вяжет. и она считывается исторический аспект. В этом пространстве возможно она как вяжет эта женщина. Приказывает этой женщине проявить согласное физическое МДНК и ответить, кто она такая. Алена дала согласие, мы уже её спросили. Да. Быстрый сказал. Спроси ещё раз. Спроси ещё раз, Елена даёт ли на разрешение потратить с ней. Она говорит да. И вот так показала руки, как-то вот так руки показала и показывает, что она вот этими сияющими руками вот так как-то как будто пробирается вверх по туннелю. И этот туннель он такое впечатление вот что представь себе, что на ней какая-то звёздная пыль сияющая. И вот как она проникла своим сознанием в секторе интерферентов, то осталось на этом туннеле это россыпи этой энергии сияющей, как пыльца такая. И что интересно в секторе магии вот эта тарелка снова как шаман как этот барабан бубен, Так, хорошо, но вот эта женщина, кто в секторе магии, приказываю ей проявиться и назваться кто она такая. Я вижу, что пока она молчит, но она бы так сделала, как будто бы такую картину спрятала под такой плащ. Что это за картина, что это за энергия? Я слышу дубы, и она повесила, эта женщина, она выглядит как будто горгона, она такая вся сухая какая-то, как засушенный мухомор, а на голове огромные такие змеи вот так развиваются, и она взяла эту зеленую картину, повесила в пространстве на левой ноге на большой палец у Елены и говорит ярлык, ярлык подаяния. так, кто это женщина, приказываю ее называться, зовут и ее Майли, приказываю отвечать, она это, имени пока не идет, я вижу, что она вот так делает такими как будто бы мечи ее руки, как сияющие мечи, и она вот так делает как будто бы какой-то какие-то манипуляции этим энергиями, а эти энергии я слышу собственность, собственность, Ларисы. Там считывается какая-то это не ее энергия, это какая-то Лариса. Это этими энергиями она орудует и на она на этой Ларисе буквально стоит ногами, а Лариса лежит. И считывается, что она ее подчинила. Да, вот так ее и зовут как-то как Майя, или как-то вот так прозвучало. Майла или Майле, понятно. Ну да, что-то вот такое. Так, а что это Лариса делает по отношению к этой картине или как это с Еленой связано? с нашей с нашей Еленой сейчас я посмотрю. Сейчас. Я слышу передача данных и вижу, что с правой стороны в эфирном пространстве Елены как будто бы такой считывается щит. он такой, как струб какой-то. Он вот так как будто бы перерезает пространство Елены, как будто бы вот правую ногу. Вот так отсекает. И когда я смотрю на это, то считывается передача данных усохнуть. Вот как это Лариса, как засушенное дерево там лежит под ногами у этой Майлы. Хорошо, вот это Лариса по отношению к Елене в каком секторе находится. Она в секторе магии, но она как бы бездействует, но ее энергиями работает вот это Майер. Так, в общем, я им двоим приказываю отвечать, что они делают в пространстве Елены. Что-то они заныли. Так, я отсоединяюсь, а то на нападают на меня. Закрой их, Виктория, за прозрачную стенку. Да, я вижу, почему. Я вижу, почему. Я помню, лет 15 назад я купила себе компьютер, мне попалась такая девушка, я думала, она психолог, так интересно рассказывала. Ну, вероятно, она была психологом по образованию, но потом что-то начала говорить, какую-то ересь, и я ее перестала смотреть, ну, несколько видео посмотрела. А потом лет через 10 после этого, Мона позвонила и говорит о какой-то рейке, что-то такое, и высылает мне ту же девушку. Я посмотрела, пять минут, почувствовала, что что-то не то, и я ей сказала, что это лучше не смотреть. Я вижу прямо сейчас вот это как картинка, вот эта девушка симпатичная с белыми волосами, да, и я вижу, как я отрываю, разрываю, забираю свое внимание, минимальное даже, микроскопическое. Я вообще выбрасываю этот экран, я выключаю его, то есть во мне нет этих зацепок. Я вижу, как я сразу уже как птица вылетела с этого просто странства, и сейчас вижу, вот именно видишь, вот участие в эзотерических этих практиках, они именно мешают человек усчитывать истину. Сейчас я как будто бы все стало разве, но светом залилось, эти все воздействия уменьшились, и вижу, как Елена как будто бы уже начиная эту ногу вытягивать, то у нее вот этот струп был как по тазобедренному бедру, а сейчас она буквально вытаскивает только считывается пятку, где-то там застряла. Я вижу, это тот момент, когда Елена отдает ей эту картину, считывается, что отрывает от сердца. И эта энергия как бы переходит как такой сияющий шар через эту эти как шпаги или что-то. Просто вот так берет и перетекает к этой импали. Давай, Викторе, поговорим с Еленой, спроси, почему она отдала эту картину? Она говорит, что на нее давили, и я вижу, что такая энергия, которая идет от сектора интерферентов, но сектор интерферентов и сектор магии это один и тот же как бы сектор паразитический, давляющий, но он просто показывает, где участие духового, где участие людей воплощенных. И вот вижу, что из этого сектора идет такое воздействие к сектору будущего, и там такое как пресс давит ее. Кто находится в секторе интерферентов, приказывает проявить согласно эфирной ДНК. Вдруг вот такими огромными глазами, вот так как мне идет плыв распахнул, мигает, моргает, моргнул, моргнул, огромные такие черные глаза моргнули, но они такие зеленоватые. Так, кто хозяин этих глаз, приказываю ему проявить согласно эфирной ДНК целиком. За стенкой его сразу стеклянная. Оно вот так потянулось как змея в сектор магии и как кобра. Там такая завязка, где это Майра, откуда она там и все с портала с этого. А в этом портале как будто бы такой зажим какой-то, который их там держит вместе и такой и как змея вот это такая как кобра. Зеленоватая, Кто это за сущность приказываю отвечать к тому, что оно такое? В его пространстве, это в нашем пространстве такая метафора идет как змея. А вот где этот зажим, да, внизу там другое уже пространство и в этом пространстве какое-то человекоподобное существо, которое рвет и мечет и громит все. Что это за человекоподобное существо? Схвостом. Что это за сущность? Викторе считаю эфирной дымкой. Что это такое? Когда я на него смотрю, оно большое такое было в этом пространстве, сейчас оно уменьшилось и как знаешь, как человек что-то прячет и как опасность он бежит туда его тянет спасти лишь проверить на месте ли. Вот так этот рапт он побежал в этом пространстве как будто бы в углу кто-то забился. Маленький сидит. Это эгрегор. Он усчитывает эгрегор насилия. Я вижу, что это еленочка маленькая. Я вижу, что у нее вот эта губа нижняя вот как-то вот так вытянута такая черная как имплант. То есть там в ее губе как будто скопилась вот эта негативная энергия и вижу, что она вот так вот вытянута и такой большой гвоздь кто-то забивает как будто бы к порталу и считывается к порталу забивает гвоздем кто-то забивает гвоздем приказывает проявиться кто на физике представляет считывается просто мама и она так стоит есть какая умница правду она знает так с какой-то ситуацией связано давай посмотрим что на физике было когда она забивала этот гвоздь я вижу что это вот как говорила елена что мама у елены идет такой посыл как во всем разобраться и сказать правду то есть с точки зрения леночки маленькой она как бы должна сказать потому что вот это внутреннее чувство восстановить справедливость маленькие дети не умеют лгать вилять а говорят то как и так как они это понимают и что мама сказала нечто похожее на выражение прикуси губу ну оно на физике может так и звучало но на подзнательном уровне оно считывается как сейчас улетело слово грубое а другое улетело уже забыла и грубое пресечение и это считывается как грубое пресечение и характеризуется как будто бы она прибила к этому моменту и прямо к порталу темному потому что там это обида незаконное вмешательство ее пространство и это программы материнские вот елена от нее идет как разоблачить то есть она фактически говорит то что должна была сказать а ее мама как будто бы хочет пресечь это ее же разоблачение и так говорит вот так ишь ты правду она знает но это на подсознательном уровне программа говорят да 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 ну а не же я знаешь эти программы как как ледяные замороженные то есть это именно действия эти мысли которые замораживают то есть это несправедливо это нечестное поэтому это насилие по отношению к ну да нам случая к ребенку она замораживает закрывает вот эту как в коробочку скажем и вот это пространство в котором находится этот рак это змея это как раз есть зацепка те энергии которые притянули в пространство елены вот этих эзотериков там в этом пространстве все она считывается эзотерический код интересно что называется эза эза посмотри что это обозначает в этом контексте вот это в этом контексте оно как вижу как будто кто-то как пьезоэлемент какой-то который зажигает из сектора магии человеческое существо зажигает вот так какой-то как огонь но он не горит а как будто бы раскаленное железо просто красное в секторе интерферента вот и выглядит это как вот так этому железу вот прикладывают частицы вот этих потерянных разрешений и да то есть это вот это и есть насилие насилие ложью потому что мама в этот момент защитила ложь что почувствовала елена когда мама это сказала она говорит что она раздражена и говорит что она почувствовала несправедливость и уязвимость я вижу как эта энергия из языка как будто бы мама прибила гвоздем но в этот же момент и этот гвоздь начал ее утягивать в сектор интерферентов то есть в нижнее духовное пространство но в тот же момент образовался этот ментальный ментальная связь с ее высшим сознанием я слышу для разоблачения лжи я вижу это как возникает такой как портал сияющий вот так прямо к сектору миссии интересненько противодействия очень сияющий здесь такая черная глубокая тень к этому моменту вот такой ну просто такой как луч который сначала как будто бы из таких из такой сияющей пыли а потом он так натягивается и с него как будто он выталкивает из себя черные энергии которые превращаются в лук и этот черный лук сам по себе стреляет в эту же черную точку это черная точка это как цель для этого для стрелы то есть когда очень интересно мама создала этот энергетический блок в пространстве елены то вот это произошло с одной стороны она начала этот блок начал разрастаться и притягивать неприятности а с другой стороны эти неприятности я вижу как я слышу спонтанно запускают вот этот процесс самоочищения это есть миссия я вижу как эта ниточка как как тетива да она вот так просто тянется к сектору первотворца а там такая селища и свет и начинает вот это наоборот все это пространство вот так вытаскивать наверх и пространство вообще выглядит как будто эту всю планету вот так вытягивает я вижу эти континенты зеленые я слышу луга и вижу в одном из мест вот эта картина и снова эта ведьма проявляется и она как будто бы вытирает о ногу картину как будто бы пыль стряхивает хочет с нее и говорит что она забрала часть сознания елена так и кто-то еще у меня вот такой вопрос ты сказала что почувствовала елена раздражение и несправедлив раздражение справедливость и уязвимость что это за уязвимость что это за чувство которое она почувствовала вот эта уязвимость с чем она связана я слышу вот идет вот так что она дошла до конца но мама которая находится в пространстве елены она зацепила за самое живое уязвимость сейчас я посмотрю уязвимость это я слышу код это вот эта сияющая энергия я слышу код разоблачения и то есть мама считала эта информация или что что произошло да мама на подсознательном уровне считала для себя угрозу то есть она защищала ложь и считала для себя угрозу а уязвимость а вот оно что леночка как считывается открылась то есть она как бы стала безоружна перед матерью когда открыла свою вот этот внутренний код высказать на физике правду и таким образом она как бы оголила вот свою миссию что вызвало сильную агрессию со стороны этих программ материнских негативных энергий которые на нее напали и со всей злостью вот этим молотком пригвоздили ну как бы язычок на если Елена хочет пусть она выскажет обличит эти программы выскажет маме что она что в ней эти программы покажет я передаю Леночке я вижу что она там как будто бы ее там пригвозили и за платьице и за ножку вот за пяточку и что она маленькая тогда была но сейчас посмотрит на себя она большая и она сама себя защищает и высказывает всю правду и все это неправда это все ложь это все иллюзии пусть она это просто переварит и возьмет для себя только позитивный опыт потому что я вижу как оно вот так вот перемалывается вот так и этот шар сияющий как будто бы выплюнул эту подключку и этот так называемый имплант вот это оно даже не как с губы а как будто бы из челюсти вот так вот такой черный этот имплант отваливается уходит а мама получила карму естественно я вижу у нее как по рукам как будто бы дало я ей передаю чтобы она поднималась в самые светлые пространства и она светлая чистая душа передаю информацию со всех наших видео как она может освободиться она имеет полное право и я вижу как она выходит из того пространства как будто бы буквально вылазит я ей передаю информацию что если она хочет она может освободиться и выходить туда где отдыхают сияющие души а все темное низковибрационное оставить нижних пространствах передаю леночке чтобы она посмотрела где подключка у нее к матери и к ее программам пусть она своим сознанием сейчас откажется принимать я вижу что в этот момент у этой маленькой леночки появляются как будто вот такие какие-то энергии в руках и она ими защищается так и подключу вот так от матери такой имплант как будто бы такая какая-то энергия как холодец такая жижа накрыла ее буквально по сердечную чакру и сейчас лена от этой энергии освобождается и пространство становится прозрачным я передаю и матери лены и лене чтобы они очищали их пространство отсоединялись и вот как паутина все уходит и в этот момент когда эта паутина поползла она зацепила этот сектор магии и кто-то кричит что ты не можешь просто так уйти и какой-то огонь там горит я слышу Карим он почему-то находится в секторе магии как будто бы сползает как будто бы он упал в такой обрыв и руками цепляется именно за ноги этого сектор магии а весь грунт под ним как бы осыпается и он вот так встал как какой-то огромный зверь я передаю Елене что ее рационально и отказывается ехать вот в эту Австралию вот оно что и отказ отказывается вот это вытянулась эта поездка в Австралию и этот взгляд этого шамана в ирида терапия я слышу и этот человек смотрит в глаз но считывается что скальпелем смотрит у него в руке как будто бы черный скальпель и он вот так смотрит как в космос в глаз Елене и образуется какая-то вот эта черная петля через ее глаз именно этот скальпель стал частью этой петли и утягивается в сектор интерферентов а в секторе интерферентов кто-то эту петлю тянет так кто там тянет приказано проявить согласно эфирной рынка ну там этот карим который с этими разными программами его но есть же совет советую не советовать каждый человек должен выбирать себе сам а он такой навязчивый какой-то я передаю вот Елена встает с этой иринотерапии она встает вырастает огромная становится в этом секторе магии и я вижу как она берет этот скальпель и в глаз этому же шаману и просто вылетает как ангел освобождается от этого и вижу тот сон когда она говорит что она не пускает его этот сон с этими комнатами и она ему говорит что она его не пускает но там какая-то бумажка спрятана она как будто бы находится такая как сложенная или скомканная но эта бумажка в секторе интерферентов находится это связано с этой звездой которую она видела так вот эта бумажка это что за энергия она говорит это мой код равновесия и это как вот этот код равновесия образовался в детстве это как бы она как бы отложила на потом то есть вот это она включила свою миссию с этим всем разобраться то есть это подсознательный процесс очиститься в будущем ну так на человеческий язык можно перевести потому что там информация идет как-то по-другому ну люди думают что я слышу прямо голос как твой голос в микрофон но это совсем не так информация идет совершенно на другом языке но я имею виду не как энергия а просто как энергия совершенно по-другому я просто перевожу это на человеческую речь когда вот этот код равновесия елена отдала что код равновесия вот эта бумага это она не отдала она у нее как бы она припрятала начало этого этого равновесия код равновесия она запустила именно когда вот мама говорила вот если прямо сейчас услышала прикуси губу вот то есть она тогда вот этот процесс я слышу распознавание добра и зла процесс миссии исполнения миссии очищения потому что это миссия главная миссия каждого каждой божественной душе все пространство запрограммировано вот как оно все завернулось вот так должно и развернуться что сейчас хочет сделать елена ее равновесием с этим кодом она его достает вот и это выглядит как какой-то шар в виде экрана оно называется прошлое и она там как будто стоит перед экраном и меняет какие-то детали но в принципе я это вижу очень часто в сеансах она считывается кода равновесия вот этот экран огромный как шар такой как будто бы такой какой-то объемный экран а там информация внутри то есть через этот код памяти миссия так срабатывает чтобы как бы мысленно вернуться в прошлое и я слышу до исчезновения зла то есть все восстановить до исчезновения зла с планетарных сейчас я вижу как будто планета я нанес сбоку смотрю она там внизу и такое серое существо стоит секторе интерферентов как над планетой странное такое с такими глазами как будто бы выпученные глаза и как будто бы набросило это существо какую-то сетку а с правой стороны считывается магический колдовской эгрегор также когда я смотрю туда то там считывается как эзотерическая ересь а также впутывание как паутина впутывание как будто бы связан как вяжут и нитями да вот эти свитера вот это идет образ что связывать сознание человеческого разума и с чем так сейчас как они считываются посредством магии обмана потому что магия заключает то в обмане во лжи в насилии ложь это и есть насилие таки слышу с демоническим сознанием и там такой порталок куда как в черную дыру вот так все засасывается так вот это серое существо что это за существо приказываем отвечать кто он такой так интересно лапы у него такие большие ноги типа ступни не какие-то он бесформенный голова большая рассчитывается что это сознание преисподней то есть нижних этих пространств миров это так визуализируется дух я слышу дух пространства то есть это не телесное существо сейчас но оно имеет форму я его потрогала оно помягче чем человеческое тело или тело животного считывается аморфная субстанция так а есть ли какое-то на физике что произошло когда эта сущность набросила сетку на физическом пространстве есть какое-то событие я вижу что это не одно событие это сразу же пошла метафора как вот эти колдуны связывает то есть эзотерики своей ложью эзотерической они сами плетут эту сетку вплетают то есть человечество само погрузилось во тьму через эту эзотерическую ложь через эти фантазии давай посмотрим когда впервые Елена встретилась с этим серым существом с этим сознанием преисподней когда первые соприкоснулась сейчас я увидела в секторе миссии такая высокая девушка и у нее вот так где сердце а Лена я подумала где же наше эфирное тело Лены ее на данный момент у Лены считывается дремлющее сознание то есть вот так она я слышу дремлющее сознание и она так смотрит глазами вверх первоисточнику а там вот она стоит то есть ее высшее проявление в виде такой божественной личности красивой и у нее сердечное к сердцу вот сюда как этот шлейф с этой энергией с этой сетки и другой конец этой сетки заканчивается вот этим существом а между этим существом и ее сердцем вот под этой находится наша планета земля так когда вот эта сетка соприкоснулась елены где эта зацепка где это событие так я слышу слово мир мировой договор мирное решение конфликта я слышу уход от реальности там где она там я ее высшие я там считывается дети бога как разделенное пространство с одной стороны такой космос а с другой стороны вот это пространство считывается темень тьма и оно подходит вот так как приближается постепенно к этому пространству которое считывается как universe космос или вселенная по-нашему и она такая плотная и живая а вот а вот такое рыхлое черное как пустота оно считывается как великое ничто оно оно распространяется и на границе между вот где оно подходит к пространству universe там происходит такие я слышу битвы вот эти битвы добра и зла внизу где эта пустота там насчитывается глобальное зло там есть такое как шар черный твердый уплотняющаяся материя и там все пропадает даже дух мысли все пропадает все исчезает юниверс там все спокойно но только на периферии это как линия фронта там идут бои стычки я слышу сейчас я рассмотрю там я слышу идут дискуссии там идут дискуссии что такое добро и зло так как высших пространствах там все понятно там никому не надо рассказывать что такое добро что такое зло там все понятно а вот здесь идут я слышу стычки я вижу снова эти руки которые вплетают это какие-то энергии какие-то вот эти черные энергии да с этими сияющими я слышу подсознательные вот это тьма черная это также звучит какая-то великая бездна она напрямую связана с подсознанием а вот универс он напрямую связан с сознанием потому что это видимый мир а мы можем увидеть глазами ушами услышать и потрогать а вот этот юниверс а который вступает в борьбу с великой бездной вот там очень большой риск там многих побеждают и они просто в эту бездну сваливаются это все за вот эти бессознательные рефлексы которые человека доминируют я слышу над человека вот и вижу как лена прикусывает нижнюю губу то есть вот это устройство нашей матрица я слышу матрица матрица сознания вот этой бездны она выглядит как рыболовная сеть которая захватывает сознание через вот эти крючки которые используют те кто доминирует над божественными душами то есть по незнанию интуитивно у кого не хватает любви тот становится как рабом и работником антимира вот этого эти эзотерики колдуны или просто абьюзеры или те кто любит лгать ну и так дальше то есть тут все проявления в одинаковой степени потому что нет большого греха и маленького греха нарушение любое нарушение оконов жизни приводит к смерти сейчас я посмотрю когда впервые елена она когда я на нее смотрю я слышу мир снова слышу мир посмотрим когда лицо у нее ее лицо этого высшего я считывается ее энергия только она сияющая а такие темные энергии они просто считываются слышу на периферии сознания по отношению к теперешнему сознанию елены это периферийное сознание находится между ею и будущим потому что будущее это и начало и конец то есть там где человек родился миссия и петля событий приводит если человек выполняет миссию в то же самое место то есть к совершенству человек вышел из совершенного лона и в совершенное лоно кона вселенной возвращается а вот это эти все взаимодействия с антимиром они именно являются той преградой которая вот преграждает путь к самоосознанию и к возвращению я так и слышу к миссии к выполнению миссии стать самим собой то есть вот этой божественной сияющей личностью так давай посмотрим когда соприкосновил елена соприкосновилась с этой бездной где-то первый разговор или контакт что это было событие а я слышу хоромы власти над своей душой и это находится в секторе миссии и она ходит как будто бы но это метафора вероятно такая идет она ходит как будто бы с такой волшебной какой-то палочкой вот и снова и тут появляется вот это как барабанная дробь и вот эти руки видят этих палочек с этими кулаками которые протягиваются из сектора интерферентов я снова слышу мирный договор мир с люцифером вот прозвучало и вижу ту сущность как огромный человекообразный какой-то но он имеет звериную природу он как будто бы не ходит а прыгает с какими-то крыльями такие пошарпанные крылья какие-то приказываю отвечать кто он такой а он кричит что он украл ее душу и я вижу что вот это фактически это снова проявляется которая фактически она украла эту картину а что произошло что это за мирный договор что это за договор я вижу какой-то она считывается как звездный храм и вижу вот так какой-то сияющий город считывается как храм души и вижу как лена вы так наклонилась и смотрит в это пространство а у нее вот так здесь как такое пятнышко черное в сердце и такой шлейф тянется вот к этому люциферу и он пытается ее тянуть вниз но это на нее как-то не действует она себе смотрит в это пространство наследуется пространство памяти дождя я подумала почему дождя я вижу что там дождь который смывает много много чего смывается там просто в канале стации уходит так и что произошло этот люцифер тянет сейчас мне нужно наверное погрузиться давай на 60% сейчас я хочу посмотреть что происходило в межпространственном пространстве я слышу шопот и со стороны этого темного пространства шепчет он предлагает отдать я не хочу это даже озвучивать это звучит очень зловеще он говорит а дай и именно вот то что хранится в сердце он говорит камень познания какой-то сияющий объект с какими-то гранями это имеется это отношение имеет к душе вдруг мне приходит сознательный выбор и очень жарко я поднимаюсь поднимайся вверх так что как как елена на это все реагировала она очень волнуется сильно волнуется и я спрашиваю зачем она зачем ей нужно отдать ее душу ее сознание она говорит на периферию сознания и она показывает что вот это движение которое я говорила что движется со стороны этой великой бездны и поглощает юниверс тьма она вот у нее как бы противодействие и она показывает как она отдает я спросила почему это нужно и вижу что наоборот вот эта сияющая энергия начинает как-то дублироваться и становится очень много она как бы одно отдала а вот эти грани это как множество я слышу душ она творец все творцы они рождают души и произошло взаимодействие и множество душ вылетели вот так началось движение вот туда наоборот начали оттеснять эту бездну и она начала ломаться то пространство начало ломаться как будто бы вот это оно стеклянное хрупкого стекла и она так ломается так пух-пух-пух там надавили там надавили и оно ломается вот это ломание так она да ее цель я уже увидела ее цель чтобы сейчас я переведу чтобы не было вот это этих крючков и зацепа как мы говорим чтобы наше пространство не создавало вот этих слышу иллюзий вот это этот имплант этой губы до нижней которая возникла это как крючок как зацепка на которую потом благодаря устройству этой матрицы начали навязываться как мы говорим хождение по граблям то есть вот этот опыт начал наращиваться но этот опыт познавания взаимодействия с иллюзией с этими темными энергиями многих многие из этого не вышли их поглотила эта иллюзия этот антимир как мы говорим а ее миссия чтобы убрать чтобы этого не было чтобы этих ментальных ловушек не существовало то есть чтобы пережевывание переосмысление происходящего происходило давало результат что моментальный она так и говорит вывести на осознанный уровень на уровень света получить опыт распознавания что и что да чтобы мгновенно отказываться от нас потому что человек например думает обдумывает но чтобы это произошло то он должен погрузиться в альфа состояние чтобы разобрать эти зацепки в других измерениях то есть преграда является вот это я слышу перехват в этих измерениях потому что то измерение как мы говорим подсознание подсознание или души оно как бы под контролем находится этой субстанцией смерти вот так он усчитывается вот а ее цель чтобы это вывести на уровень субстанции жизни то есть осознанности и предотвратить вот этих и в этот момент я вижу как вот это губа как будто бы это резинка такая вытянутая из сектора магии она вот так как прямо знаешь как резинку отпустишь и она так ударяет вот она с такой силой отлетела в сектор магии и вот этот от гвоздь разворачивается и тоже в сектор магии возвращается и вот сюда в ее сердечную чакру ее божественное дух возвращается и она взлетает как ангел а в этой черной стене которая закрывала ее от ее миссии от ее будущего образовался как портал через который рука ее высшего я протянула и эту так называемую вот как это прозвучало как спящее сознание да вынесла ее вверх наружу и сейчас сознание Елены очутилось в каком-то чудесном пространстве вот мы стоим я слушаю как она разговаривает сама с собой то есть ее разные аспекты в разных измерениях разные аспекты души говорят между собой то есть ее осознанное и бессознательное находится в сияющем пространстве ой так красиво она как будто бы знаешь вот так ну что вот все пережили взялась саму себя вот ее высшее я вот взяла ее как будто бы за спину такое везде спокойствие и просто чистота звенящая чистота и они идут вверх по направлению к свету это сектор первоисточник слышу коллаборации конец я передаю елене чтобы она расторгла все контракты с антимира я вижу как выходит эта девочка то есть это все происходит она отбирает эту картину эти дубы они возвращаются к елене вот они идут в сектор эта картина идет в сектор принятия решений и оттуда выходит такой вот этот чудище черное возвращается обратно и вижу как эти руки этой эзотерички как будто бы она мечами так орудовала они у нее почернели а это какая-то лариса снова звучит она встала я передаю этой ларисе что чтобы она отдавала карму за то что на нее там ну если она хочет естественно я ей передаю информацию вот она кто это наша лариса вот я ее фамилию слышу не могу озвучить конечно она приходила к нам на сеанс она это услышит она нам напишет вот а это дамочка как будто из палочек сложенная то есть вот это эзотерика превращает людей в сухое дерево безжизненное вот и она уходит я передаю елене чтобы елена очистила все ее пространство и расторгла контракт с этими эзотериками и отменила все отменит сеанс рейки с темарой тоже отменит я вижу что оно как будто уже все поотменялось просто вот эти зацепки они разбираются на сеансе регрессии все решение вся работа уже проделана сейчас вижу как пространство елены уплотняется она такая свенящая энергосфера правильной формы и вот эти зажимы на волосах эти клеммы да вот это именно ложь эзотерическая магия это насилие ложью оно как клеммы которые соединяют человеческое сознание сияющее потому что человек изначально это свет его душа это свет а вот это другая субличность это уже взаимодействие или коллаборация с темными энергиями с ложью эстерикой фантазиями этими семи и эти клеммы уходят и волосы ее вот так развиваются и она поднимается вверх клеммы это как скрипы да это то что скрепляет вместе соединяет несоединяемое скажем так потому что свет невозможно соединить с тьмой согласие вот эти инициации когда человек поддается потому что он не знал а почему он не знал это уже ответственность тех кто на человека как бы навешивается и ложь поэтому карма вот так работает что всегда получают карму те кто скрывает истину тот кто хочет привлечь сам обманутый и других обманывает ну это как в библии написано слепой ведет слепого вот это принцип работы антимира они всегда так работают ну вот как солдаты захватывают какую-то территорию от страны откусили кусок территории потом этих же солдат перепрограммировали людей и этих же солдат бросают уже на оставшуюся территорию воевать точно так же работает и на уровне эзотерическом то есть эзотериков ну это всегда так работает это принцип человек рождается он ничего не умеет папа умеет рисовать научил сына рисовать он художник родил своего сына тоже учит рисовать ну и так дальше любое ремесло обучение в университетах это все одно и то же то есть это антимир просто использует то как мы обучаемся то есть это процесс познания и роста но в противоположном направлении я передаю Елене чтобы она очистила вот ее божественное сознание центр ее души вот она показывает сияет вот так и распространяет свет и летит вот прямо здесь такие крылья как будто бы вот здесь в этом сиянии и поднимает ее вверх и вот этого уже нету что считывалось как спящее спящее сознание этого уже нет она из этого состояния себя забрала хорошо очищаем пространство Виктория до этих ситуаций отсоединяйся которые мы проработали посмотри сейчас как она выглядит Елена она выглядит как в сияющем шаре и сияющей ала где волосы они вот так красиво спадают и не спадают они вот так завиваются энергетическими волнами внутри красивые узоры хорошо так ну вот это означает вот это слово по нашему мир или гармония хорошо Виктория давай посмотрим сон где значит Елене пришел какой-то человек попросился на ночлег и она с какой-то женщиной якобы София Виктория водила этого человека по дому и выбирала комнату что это было за сон давай посмотрим она говорит что она ему не даст это мы уже его разобрали это вот это все вместе она говорит что она не даст ему это вот этот припрятанный то есть это метафора метафора сознания спрятанной миссии а этот человек это ну вот этот дух который который как бы символизирует я слышу чаклонство ну то есть магия насилие вот эту черную энергию это тьму и разрушение хорошо Виктория отсоединяйся от этой ситуации я передаю Елене чтобы она очистила пространство своего сна и все расставил на свои места ну вот снова вижу этот экран да я очистила свое пространство полностью от любых притязаний антимира она здесь и сейчас приняла решение оставаться всегда чистой быть чистой во всех воплощениях измерениях и запрещает кому бы это ни было торгаться в ее пространство но после этого уже нет смысла сейчас куда-то уже возвращаться то есть я вижу что она свободна и все произошло потому что она не происходит но иногда нужно подталкивать а когда уже проработано то она само собой все вот так разворачивается прорабатывается и тянет одно за другим что на что притянулась это именно тот случай хорошей работы сознание подсознание хорошо которые тогда спроси елена все ли мы сделать для нее на этом сеансе она говорит показывает найти на этот как антимир и говорит что она ушла от эгрегора смерти разрушения и магии пусть заберет все ее частички души потенциал энергии отпечатки информацию вот в этом портале который я говорила что как будто бы такие как пылинки сияющие она нагнулась как будто бы туда посмотрела вот что произошло в этом сеансе это вот эти пылинки эти все события в этом портале и она их собрала обратно и этот портал полностью закрылся и ушел вот теперь порядок поднимаемся он прекратил существование этот портал просто вот так как стал потому что это как это черное ядро из которого вырастают такие порталы почему темных всегда нужно вызывать вызывание духов вызывание душ вызывание помощников вызывание этого почему потому что они закрыты там и только по доброй воле человека это можно вызвать потому что все давно по воле человека но если уж человек хочет то пожалуйста поэтому через пропаганду занятия магии эзотерика это типа нормальные вещи приучивают к этому с самого детства это для них нормальная для нас это мы этот отвергаем хорошо виктория вот соединяйся от этих ситуаций поднимаемся вместе максимально вверх так хорошо спроси еще раз елена все ли мы делали для нее на этом сеансе да она сейчас вот так благодарит хорошо благодарим елена прощаемся с ней да хорошо виктория отсоединяйся от всяких всего проверь твое личное пространство все чисто наполняемся энергией любви жизни света гармонии я посчитаю 1 до 3 ты видишь физическую реальность здесь ты бы разговариваешь будешь себя чувствовать великолепно один-два-три возвращайся у меня слов нет я ощущаю такую легкость но очень волнительный сеанс был он показался такой легкий и такой так быстро пробежал но в то же самое время столько волнения было внутри столько трепета это потрясающе минуту назад начался да вот реально такое ощущение и чем дальше что самое интересное в жизни все то же самое вот только что то вот я увидела со знанием сразу раз и сразу она отработалась настолько уже со скоростью света там все благодаря вам осталось было забрать зацепочку и все но вот у меня была вот эта ситуация самая последняя с этой вот губой когда есть вот такое вот я заметила мое сознание заметила одну фишку меня когда что то спрашивают я отвечаю и люди такие да ладно ну не придумывай как бы у меня последняя ситуация меня часто спрашивает а что ты с волосами делаешь то есть ну там каким средством пользуешься я говорю я ничего не делаю у меня не крашеный волос они блестящие с детства и люди все спрашивают и думают что вот а чем то вот она пользуется что там за магическое средство что вот и последний раз когда у меня спросили она такая ну да ладно ну ты же что то делаешь я такая думаю да боже мой водой из-под крана я шла домой и прикусила губу такая думаю что за дурацкая привычка и потом я заметила по жизни что я что то я говорю правду истину а в глазах людей нет уважения и авторитетности и я написала себе я просто в слух не почитала что я хочу вернуть мою авторитетность мою способность иметь вес и уважение в других в глазах других людей ну вот в итоге пришла и забрала а мне кажется что это зависть такая вот волосы блестят а мне кажется ну понятно они же и магнитились да магнитились на эту зацепку да чтобы с одной стороны я вот когда выписала вот этот вот Австралию я же вернулась на пробежку я же упрямая я же всегда добиваюсь своего я всегда говорю я опять бегаю все нормально как бы по утрам и ничего не болит ноги не отваливаются все супер так что всегда каждый день когда что-то вот такое на физике я вас вспоминаю и благодарю мысль и прям счастье такое да спасибо да мы молодцы спасибо спасибо всего доброго благодарю любви и гармонии пока пока спасибо спасибо пока спасибо пока я